КОНЕЦ 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 Вещи существуют реально, независимо от нас. Второй факт очень важный, что у нас нет мгновенной передачи информации. Картинка не имеет отношения к лекции, я не удержался. Это зонт Кассини снял Землю вместе с Луной, стрелкой показанной, со стороны Сатурна. Но вот для меня сейчас важно не то, насколько мы скромные, даже в размерах Солнечной системы, а то, что сколько там на Земле кнопку не нажимай, этот Кассини сразу об этом не узнает. Есть предельная скорость распространения сигнала, это скорость света. И то, что происходит здесь, не зависит от того, что происходит очень далеко. Это называется локальность. Вещи не действуют через половину Вселенной просто так на расстоянии. В квантовой механике это все, это не совсем так. Значит, квантовые объекты, у них очень бедное существование, у них очень мало степеней свободы, они мало чего могут себе позволить. Тем не менее, своим существованием не пахнет. Вот это чудо. Своим существованием совсем не похожим на наше, они обеспечивают наш мир. Атомы. Все вокруг нас состоит из атомов. Мы сами стоим из атомов. Атом не может существовать по законам классической механики. То есть мир, как мы его знаем, существует только потому, что действуют квантовые законы. Солнце горит. Вот оно, солнце, вот хорошо, все было немножко потеплее. Оно горит только потому, что там протоны проходят сквозь стены. Это квантовый эффект. Ну, про всякие технологии я даже не буду перечислять. Но вот в квантовом мире объекты не несут все свойства с собой. И то, что мы воспринимаем как наблюдение или измерение, это вмешательство в систему. Это не пассивный акт. Это неудачный термин, он уже закрепился. Свойства объекта возникают. При этом еще имеется нелокальный ресурс. Об этом я и расскажу. Значит, самое главное в квантовой механике в наикротчайшем изложении. Во-первых, они невидимы, потому что длина волны, характерная длина волны света, это в пару тысяч раз больше, чем размер, скажем, атома. Попробуйте прочитать букву, если самое короткое, что вы можете различить, самое мелкое, это слово в две тысячи букв длиной. То есть никаких шансов увидеть это нет. Свет, да, выходит из антона. Вот отсюда, вот он отражается запах. Он не имеет отношения к тому, какова форма этих атомов. Не имеет отношения к тому, как выглядят электроны. А если вы скажете, ну я сейчас возьму рентгеновские излучения, и у него более короткая длина волны, и узнаю, увижу эти атомы. Ну, это история довольно сложная, потому что оно просто разрушает атомы, вывивает электроны даже из нынешних оболочек. И вот что нужно понимать. В квантовом мире посмотреть скорее означает пощупать. Представьте себе, что вы держите какую-то деликатную поверхность с закрытыми глазами, и на ощупь определяете, что на ней. Вот трогая ее, вы ее портите. Она очень деликатная. Вы знаете, что там, вы одновременно узнаете, что там и портите ее. Поэтому в квантовом мире посмотреть это всегда до некоторой степени пощупать. Поэтому квантовые объекты совсем не такие независимые, такие веселые мячики, как на некоторых картинках атома, которые куда-то там летают. Они совсем не похожи на вещи в нашем мире. Их существование, как я сейчас постараюсь объяснить, довольно непредставимое. Создание квантовой механики почти сто лет назад Это было настоящее упражнение по преодолению интуиции. Нужно было рассуждать, не внося ничего из того, что нам кажется очевидным, само собой разумеющимся. Ну как же, он полетел туда, значит он здесь. А потом вот это, вот так. Никакие такие рассуждения не работали. И успех пришел только тогда, когда люди заставили себя подавить в себе интуицию. В результате появилась математическая схема, которая дает лучшее с колоссальным отрывом от всех других наук совпадение теории с экспериментом. Так что квантовая механика, при всем том, насколько дико она выглядит, не может быть фундаментально неверной. Она, там аномальный макетмент электронов, то ли 11, я вчера считал, не вчера, 3-3 дня, то ли 11, то ли 12 знаков, я с Биллсом, совпадают между теорией и экспериментом. Это неслыханное достижение в смысле точности теоретических предсказаний. Но, и это абсолютное чудо, эта схема ничего не сообщает, что происходит в нашем физическом пространстве. Значит, это было свойство ноль, так, на всякий случай, что их нельзя увидеть и жаловать с моей стороны. Теперь, значит, опытные факторы. Нет однозначных исходов. Это можно воспринимать, как такую насмешку над причинностью. Вообще-то, если мы что-то делаем, и мы учли все факторы, то мы думаем, что у нас получится то, что мы предсказываем. А если пирог все равно не подошел, хотя мы строго соблюли рецепт. Ну, наверное, дрожжи были плохие, какая-то причина была. В квантовой механике одни и те же системы, абсолютно идентичные, при повторных измерениях ведут себя по-разному. Это называется индотерминизм. Его можно воспринимать, как некоторое отрицание причинности. Некоторое. Случайно выпадает один из возможных исходов, но мы не знаем, какой. И классический радиоактивный атом. У нас есть сколько атомов. Там через день, если у него период полураспада день, через день половина распадется. Но ни один атом. Не имеет никакого обязательства распасться сейчас, через минуту, через год, через сто лет. Они не стареют и делают это абсолютно случайно. Они не договариваются между собой, но выдерживают статистику. Хотя каждый один, возьмите, вы никогда не узнаете, когда он распадется. А второй квантовый механический эффект, который происходит благодаря вот этой квантовой случайности, я уже его вскользко упомянул, это слияние протонов, благодаря которому Солнце светит, это случайный квантовый механический процесс. Он идет редко. То есть протоны не знают, когда у них получится слиться. И из-за этого, из-за этого Солнце, во-первых, горит, а во-вторых, горит долго. Оно растянуло их удовольствие уже на 5 миллиардов лет. Мы этим воспользовались успешно, завелись на этой планете. И еще некоторое время здесь просуществует. Но это квантовое случайность. Если кто-то программирует или не дает у кого-то есть друзья, родственники, бойфренды, горфренды, программисты, то они знают, что квантовое случайность – это предмет зависти программиста, потому что это единственная настоящая случайность в мире. А вот Эйнштейн думал, что это квантовое случайность контролируется какими-то скрытыми колесиками внутри. Есть там что-то, чего мы не знаем, из-за чего сейчас большинство людей думают, что это не так, и мы к этому и вернемся. Значит, второе, то, что называется формально некомотативность армитовых операторов, мне гораздо легче употреблять слово «вражда». Я его, честно говоря, придумал сам, но оно хорошо передает суть дела. Некоторые пары величин враждуют. Они не могут принимать одновременно точных значений, математически, строго не могут. Это просто, ну, это невозможно, ну, в смысле совсем. Например, враждуют положение в пространстве и скорости. У электрона не может быть одновременно положения в пространстве и скорости. Отсюда следует, что электрон не может двигаться по траектории. Траектория соткана. Эта траектория линия воображаемая, да. Но она соткана из отдельных точек. В каждом моменте он где-то находится, и скорость всегда направлена по касателям. Нет, 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 они не могут себе этого позволить. Они математически, они, ну, электроны для меня хороший представитель всего кванта. Я буду часто говорить «электрон», имею в виду любую там квантовую систему. Они не могут себе этого математически позволить. Им это запрещено из-за вражды положения и скорости. Хуже того, когда электрон, внимание, не просто, просто, а когда электрон находится в атоме, ему запрещено иметь определенное положение в пространстве. У него есть постоянная энергия, да, и поэтому атомы имеют атомные спектры. Мы узнаем, что находится в самом далеком космосе. Но у электроны нет свойства находиться в какой-то точке пространства. Внимание, это не значит то здесь, то там. Это значит, что ни в какой момент времени у него, внимание, нету свойства находиться в какой-то, ни в какой точке пространства. Я вас предупреждал, что они ведут непредставимое существование. Это так оно и есть. У него нет свойства иметь определенную скорость. Ну, нет и все. Но она запрещена. Это означает, что в зависимости от обстоятельств разные свойства прикрепляются к объекту как-то иногда по очереди. И точно не все одновременно. Понимаете, я не могу себе представить табуретку, про которую известно либо сколько у него ножек, либо какая их длина, но и эти две вещи вместе взяты. А про электроны это да. У него может быть либо положение, либо скорость, если он сам по себе. А если он в атоме, то у него постоянная определенная энергия. Именно поэтому он там существует на постоянной основе. Но нету положения, нету. И нету скорости. Это действительно довольно непредставимое существование. И вот ключевое место. Самое сложное место на сегодня. Те, кто выдержит вот это, ну, после этого вам уже море поколено. Значит, а как описывать квантовый мир? Значит, решение, которое я, о котором я буду говорить, называется волновая функция. Вы воспринимаете это слово как иероглик. Волновая функция, волновая функция, волновая функция. Одно слово. Вот, по-английски, кстати, так и пишем. Одно слово, чтобы не давать. Почему волновая? Почему функция? Ну, вот так ее когда-то так назвали. И правило Борна. Не из боевика, а другому Борну пишите по-другому. Перед этим была создана, придумана матричная механика. Они были в этом сотрудничестве. Вот матричную механику на лимонную функцию придумали казнь, например, по Шрёдинге. А правил Борна... Да, придумал Борн, да. А Бакс Борн придумал правил Борн. Значит, полновая функция. Ну, как бы сказать, давайте так. Квантовый компьютер, как известно, иногда бывает бесконечно. Ну, колоссально. Радикально мощнее обычно. По какой причине? По той причине, что, как говорят, он делает все вычисления сразу. В квантовом компьютере просто эволюционирует волновая функция. А волновая функция – это все возможности сразу. Мне нужна метафора. И я предлагаю... Я придумал вот какую. Сейчас мы ее проверим на вас. Значит, ну, никакая метафора... Никакую метафору нельзя доводить до... Ну, слишком сильно развивать. Впадаешь во всю. Тем не менее, представьте, что вы находитесь в казино, и у вас на руках волшебная карта. Одна. Но в ней прячется несколько значений. Волшебная карта, она же волновая функция. Это тройка, семерка, туз. Ну, может быть, еще дамы и точками показаны что-то другое. У меня не хватило фантазии. Но там вообще 52 карты. В колоде еще там сколько-то осталось. А вот эти буквы, извините, пожалуйста, это, знаешь, какие-то числа. 5, минус 3, ни с такой, ни с друг, там, еще что-нибудь. Вот. Значит, это не колода карт. У вас в вашем волшебном казино одна карта. Не знаю, как представьте себе, мерцает она или что-то. В ней сразу несколько значений. И нет, несмотря на то, что здесь стоят плюсы, это прям очень важно. Тройка и семерка не складываются в десятку. Они защищены. Защищены тем, что это карта. Кажется, что это сама по себе. И отдельные эти штуки, это список возможностей. Это примерно то, чем ваша карта может стать. Но в таком виде она готова существовать в природе. И в таком виде она существует в природе. Значит, для электронов все абсолютно, честное слово, абсолютно то же самое, даже вот эти скобочки. Они просто обозначают, что объект, который здесь стоит, индивидуальный. С ними не нужно произвести арифметические действия. Просто вместо там тройки, семерки, туз, стоят какие-то точки, в которых электрон находится. Просто скучнее смотреть и пугает математика. А так, клянусь, абсолютно то же самое. Ну вот волновая функция для электрона буквально так и записывается. Значит, Шрёдингер расслабился разными вещами, но в первую очередь уравнением. Ну, до кошки, может быть, тоже доберемся. Значит, он сказал, что вот у вас есть физическая система, и она представляет собой какую-то комбинацию возможностей, того, что с ней может случиться. Но он на нее что-то воздействует. Ну, не знаю, там какие-то поля, электрические магниты, она взаимодействует с другой системой и так далее. Все в мире развивается. Эти числа, вот эти вот чисто еще здесь, меняются во времени. И вот это вот тизер уравнения Шрёдингера. Темп изменения волновой функции вот этой штуки. Это воздействие энергии на волновую функцию. Энергия. Шрёдингер научил энергию пинать волновую функцию, пинать и продвигать вперед во время. Это формально записывается вот так, но смысл точно, вот в точности вот такой вот. И вот что очень важно. Уравнение Шрёдингера. Если у вас 10 электронов, оно не может рассказать вам, что происходит с одним. Оно говорит вам о всей системе целиком. Если вот 5 электронов, как написано здесь, то всё про каждое. То есть возможности являются. Это здесь, это здесь, это здесь, это здесь. Другая возможность. Вот так, вот так, вот так, вот так. Третья возможность. Вот так, вот так. Вот так они ориентированы. То есть вы такими пятерками, например, конфигурации перечисляете. Вы не можете сказать ничего про одного из них. И вопреки тому, что я сказал в самом начале, что квантовая механика нарушает причинность и имеет вскрытый детерминизм, встроенный в неё детерминизм. Уравнение Шрёдингера ничего не знает, ни про какие вероятности. По волновой функции, когда известно, какая она сейчас, по этому уравнению вы определяете, какая она видит. Спрашивается, где вероятности и почему с одной стороны квантовая механика, теория, где выпадает что-то неконтролируемым образом из списка возможностей, а с другой стороны все возможности эволюционируют в пространстве вместе. Борн придумал, как извлекать из волновой функции вероятность. Если у вас есть вот такая волновая функция, перед разными картами, повторюсь, это разные возможности, разные, что может случиться. Перед ними стоят разные числа. Ну вот первое число в зиме квадрат получится вероятность того, что в группе тройка бубей. А второе число в квадрате, что-то у меня, семерка бубей. Ну и так далее. Третье число в квадрате это туз. Четвертое число в квадрате это будет дама пик. То есть вот эта штука сама в себе, она развивается во времени все возможности одновременно, но она сама в себе несет информацию о том, а с какой вероятностью какая возможность может выпасть. За одним только очень непонятным вопросом. А что значит случиться? Вот в моем казино, если у вас карты, казино приходит и говорит, ну-ка предъявите карту. И ваша волшебная карта, которая имеет вот такую вот волновая функция, которая представляет свою вот такую вот потенциальную возможность, вы ее выкладываете, она неконтролируемым образом превращает в тройку, семерку, в ту с даму, в короля, в трефового валета, во что хотите. Вот, в то, что, ни во что хотите, в то, что в ней упомянуто, с некоторыми вероятностями. Но в природе нет никакого казино, это моя метафора. Что должно произойти, чтобы вдруг вот эти все возможности свернулись к одной, чтобы она перестала, чтобы одна реализовалась из всех. Вот что в природе заставляет выложить карту? Стандартное объяснение. Случается, то есть выпадает одна карта, когда мы притаскиваем измерительный прибор, применяем его к электрону, к нашему, и узнаем, что случилось что-то одно. Тогда вот эти вот значения, это то, что может измерить измерительный прибор. Немножко тревожно, потому что уже получается, что природа как бы настраивается на то, что мы, черт возьми, готовы измерить. И совершенно удивительная вещь, она называется коллапс, вот ключевое слово, что после того, как у вас выпала дама, пик в данном случае, случилось что-то одно. Все остальные возможности исчезают. Раз и исчезли. И вот эта ваша волновая функция, которая была прекрасным списком возможностей, обращенным в будущее, вдруг стала одной скучной дамой пик, потому что вы ее измерили в эксперименте. Это называется коллапс волновой функции. Значит, я уже говорил, квантомеханика добивается, добилась фантастического согласия теории эксперимента, но она не решила проблему измерения коллапса. Никого казино в природе нет. Как электрон знает, что мы решили что-то измерить? Прибор состоит из тех же самых электронов и протонов. Электрон внутри взаимодействует с ними по тому же самому уравнению Шрёдингер. А вот это схлопывание возможностей к одной даме пик или там к двойке чередливы. Нужно даме пик. А? Нужно даме пик. Ну, потому что у меня картинка такая была. Просто потому что у меня была такая двойка бубей. Вот. Ну, у меня и там двойка треф. Вот. Она не может описывать с уравнением Шрёдингера. Вот. Но не может. Математически не может. То есть смотрите, что мы говорим. Мы говорим. Квантовая механика – классная наука. Все развивается во времени под управлением уравнения Шрёдингера. Мы на его основе делаем предсказания. Но в тот момент, когда то ли мы измеряем, то ли мы собирались измерить, уравнение Шрёдингера нарушается и заменяется неизвестно чем. Но мы же правда не готовы думать, что вот стоит только нам с вами, например, решить, что мы хотим произвести над этим электронным вот такое измерение, как он, ага, он перестанет подчиняться уравнению Шрёдингера. Только от того, что мы захотели это сделать. А уравнение Шрёдинг, между прочим, если бы ему никто не мешал. Оно говорит вот что. Оно говорит, ну, сейчас скажу, что оно говорит. Тренируемся мы как санокошка. Вот. Оно говорит, что давайте возьмём волновую функцию. Это что-то типа электрона. Мне просто важно, что это две возможности. Там в реальности, в реальных экспериментах, которые делаются, это спин вверх и спин вниз, но и правда важно, что есть две возможности. Ну, для меня это, там, пиковый, красный тус и чёрный тус. У меня есть детектор. Детектор находится, я не готов к измерению. К нему попадает электрон вот с такой волновой функцией, предположим. И тогда детектор говорит, я измерил чёрную карту. Повторюсь, в реальность детектор говорит, я измерил спин вверх. Если попадает вот такая карта, красная, то по уравнению Шрёдингера детектор говорит, я измерил красную карту. Слово в кавычках означает, что сделал детектор. Но если возникает комбинация возможностей, то детектор говорит, часть детектора говорит, я измерил чёрную, а часть детектора говорит, я измерил красную. Вот это ключевое уравнение квантовой механики, это основное свойство, больше всего отличающий её от классической механики. Больше, чем этот администр, больше, чем всё остальное. Значит, а теперь смотрите, показание чёрное у нас будет инициировать распыление яда для кошки. То есть, если карта чёрная, то кошка мгновенно умирает. А эволюция, включающая кошку, такая. Попадает на вход прибора. Волновая функция, несущая в себе две возможности. Две возможности. И по, вот эта стратегия говорит, по уравнению Шрёдингера. Я пропустил детектор. Но если чёрная карта, то детектор говорит, измерил чёрную, включается яд, и кошка умерла. А если, соответственно, карта... Вторая возможность, что кошка жива. Кошка попадает в неприятное состояние, когда при нём нельзя сказать, жива она или мёртвая. Потому что одна её часть жива по отношению к красной карте, но другая её часть, или как хотите, понимаете, мертва по отношению к чёрной карте. Уравнение Шрёдингера в прямом смысле слова не позволяет кошке быть живой или мёртвой. Мы точно знаем, точно знаем, что таких кошек нет. И Шрёдингер показал, придумал это после переписки с Эйнштейном, что, подчеркну, смотрите, у меня вроде классное уравнение. Оно действительно всё описывает. И с тех пор оно всё описывает, позволяет нам предсказывать, вычислять, делать предсказания. Но смотрите, с другой стороны, нужно что-то решать. Оно приводит к абсурду. Нет же таких кошек. Каждая кошка или жива, или мертва. Приборы не показывают, что он... У приборов, которые что-то измеряют, они не зависают в странной смеси двух значений. Показывают или один, или другой. И наоборот. Опыт наш говорит, что прибор заставляет, заставляет электрон выбрать что-то одно и кошку быть либо живой, либо мёртвой. Здесь конфликт между тем, что говорит основное уравнение квантовой механики, которое определяет, как всё развивается в ритме, и тем, что мы наблюдаем. При том, что квантовая механика отлично работает. Это называется тайное измерение. Какое действие вообще считается измерением? Что считается прибором? Почему прибор выходит из подчинения уравнения Шрёнинга? Происходит ли коллапс? Чем он тогда управляется? Как я сказал, на эти вопросы. Сто лет нет ответа. И эта схема отлично работает. Второй такой теорий имеет. Значит, то есть есть математическая схема, но ей нужно, который говорит, пользуйся уровнем Шрёнинга, иногда применяя правила Борна, чтобы узнать, какие получатся вероятности, почему при этом электрон узнаёт о том, что мы собираемся применить правила Борна. Неизвестно, чем управляется коллапс волновой функции к тому одному значению, который измерил прибор. Неизвестно. Но всё отлично работает. Часть людей считала, что, в общем, и не нужно. Это логика заткнись и вычислила. Что и не нужно пытаться ничего узнать. Значит, давайте пользоваться и всё. Ну, и там были влиятельные люди, типа Нильса Бора, которые, в общем, промывали мозги, выражаясь современным языком, и довольно замечательные, великие люди, но они, в общем, насаждали... Давайте... Ну, у Бора были философские собственные идеи. Это долгий разговор. Я не хочу сейчас погружаться. Значит, давайте даже не будем это обсуждать. Не будем придавать смысл. Но вот последние там сколько-то лет и Нобелевская премия. Последняя Нобелевская премия по физике, примерно за это, она показывает, что, наконец, появился тренд. Она уже фиксирует... Уже Нобелевская премия уже фиксирует тренд, что она всё-таки хочется понять, чего там происходит. Ну, вот, одной способ придания смысла... Никакие возможности никуда не пропадают. Ну, волновая функция — это полное описание мира. Мир полный соответствует волновой функции. Поэтому, если у вас было прибор и кошка попал вот в такое состояние... Здесь я, наконец, написал спин вверх и спин вниз, как это в обычных экспериментах. Это просто обозначение. Там, где у меня был красный туз и чёрный туз. Повторюсь, мне важно, что это два разных... Две разные возможности. Значит, прибор запутался с электроном, потому что он одновременно показал и спин вверх, и спин вниз. Вот это вот то, что изменил прибор в кавычках. Ну, а дальше, соответственно, прибор через адскую машину либо передаёт, либо не передаёт кошке яд. И кошка тоже зависла в этом неясном состоянии. Это вот пример запутанного состояния. Модное слово. Квантовая запутанность — это вот просто запутанное состояние. Ну, и, значит, концепция состоит вот в чём. Не-не-не-не-не, ничего... Не думайте, пожалуйста, что что-то одно. Что кошка мертва или кошка жива. Нет-нет. Всё так и есть. Всё, как говорит Шрёдин. Кошка остаётся вот в таком состоянии. Ни живом, ни мёртвом. Вы тут же спрашиваете, погодите, 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 а мои наблюдения... Ага, почему же мы эти возможности не видим? Ну, потому что хозяева кошек тоже запутываются, потому что вот вы сидите сначала в качестве хозяина или хозяйки кошки, потом вы, значит, оказываетесь либо грузовым, либо веселым, если пронесло, потому что не знаю, зачем вы такой эксперимент делали, но вот. Ну, смотрите, вы оказались, вы, вы, решившись однокурсить меня на кошку, оказались тоже в запутанном состоянии. Вот это квантовая фантасмагория, квантовая фантасмагория вовлекла вас в запутанность с теми возможностями. Ой-ой-ой, так, ну-ка, ну-ка, как же мне вернуться? Сейчас я вернусь, я переключил слишком много. Вот, эта квантовая запутанность вовлекла вас, вот эти вот квантовые две возможности вовлекли вас в запутанное состояние. Вы разделились на два, ну и потом ваша мама позвонила вам и спросила, веселый вы или грустный, а из-за этого вы не пошли на работу или наоборот пошли на работу, приняли важное решение. Здесь и здесь события развиваются по-разному, это разные вселенные. Ну, просто всего лишь вселенные делятся, всего лишь мир устроен из многих параллельных вселенных, и каждый тот я, который я, ну это либо этот я, либо этот я. Довольно бессмысленно спрашивают вас, меня сейчас, вот я, если это так, то я, это какой я? Но предположим, что был квантовый эксперимент, который решал, буду я здесь выступать или нет. Ну, раз вы меня здесь видите, то это тот, мы с вами в той ветви вселенной, где я здесь выступаю. Ну, а в той ветви вселенной, где я здесь не выступаю, какой-то другой я и другие вы, но мы друг друга не видим, и они там прекрасно существуют как-то сами по себе. Значит, в каждой вселенной наблюдатель, значит, логика, наблюдатель тоже вовлекается в квантовую запутанность, согласно, внимание, уравнению Шрёдингера. Примирить это с наблюдениями можно только так. Точка зрения, как вот, любая точка зрения показывает только ту ветв волновой функции, куда вас вовлекли события. Они никогда не сходятся снова, нет проблемы коллапса, нет проблемы измерения, это не совсем, ну, это очень популярная сейчас идея, она не имеет экспериментальных подтверждений. Когда Дэвид Дойч говорит, что вот сейчас сделаем искусственный интеллект посильнее, судим его в квантовый компьютер, он вернется и расскажет, как он был в комбинации двух состояний, он говорит, на полном серьезе. И он же на полном серьезе говорит, квантовый компьютер потому такой мощный, что делает вычисления сразу в нескольких вселенных. На это тут же появилась статья других авторов с заголовком. Квантовому компьютеру для вычислений требуется всего одна вселенная. Это предмет сейчас научных дискуссий. Поэтому я оставляю вас тем, что у этой концепции есть некоторые, не все понятно, непонятно, когда вселенная делится, непонятно, какие варианты, и не очень понятно, как заключить, что вот эти Борновские числа, что это вероятность. Но чтобы мы увидели, какой есть спектр мнений о смысле квантовой механики, есть и другой аспект. Друг другой, прям противоположный. Что? Волновая функция полностью описывает мир, отвечает за все, что есть во вселенной. Ни одной ветви не пропадает. Да кто вам это сказал? Да забудьте вы про это. Волновая функция существует только у вас в голове. На физику, возможно, они возводят себя к Богу. Кью, это называется кьюбизм. Не кубизм, а кьюбизм. Кью от слова квантовый. Б раньше было от другого слова, теперь не от какого. Борг, до изобретения кьюбизма, Борг просто говорил, на физику надо смотреть не как на изучение чего-то априорно заданного, а просто на развитие методов для упорядоченной систематизации человеческого опыта. Поэтому говорят, вот это уже кьюбизм. Квантовый механик описывает не объективный мир, а личный опыт каждого агента. Это великая теория, которая была создана. Это не для описания физических систем. Волновые функции нереальны. И у каждого агента своя волновая функция, которую он придумывает. Ну, он образованный человек, он выучил весь этот формализм для того, чтобы лучше ориентироваться в мире. Ничего нет удивительного, что волновая функция сменяется скачком, потому что, получив новую информацию, это совершенно нормально, вы учитываете ее в собственных планах. И вот этим они гордятся. Вероятности, говорят они, это не свойство мира. Не-не, ну откуда в мире вероятность? Да и вообще, что мы про мир знаем? Волновые функции только у меня в голове. Это численные выражения вашей личной убежденности, то есть, прям вот они подчетливают, ваша готовность поставить деньги. Гордость здесь огромная, потому что так вероятности были определены впервые в математике. Паскаль занялся вероятностью в связи с азартными играми. И там вопрос был просто о готовности поставить деньги и как бы не прогадать. Даже вероятность единицы, это не объективно, вот вопрос о реализме, это не объективно существующие вещи, а это просто полная уверенность агента. А уравнение Шрёдингера что такое? Вы думаете, это объективное уравнение? Нет, волновые функции у вас в голове. Уравнение Шрёдингера – это такое средство, на которое вы догадались, как получить представление, как бы сейчас, если вам почему-то это интересно, можете получить представление о своем опыте в будущем. А кьюбизм, говорят они, приблизив физику к человеческим мыслям и чувствам, может оказаться более успешным, чем голый материализм, в разрешении древней загадки, mind-body problem, психофизиологическая проблема, то есть взаимоотношение тела, тела и сознания. И вот здесь они, конечно, молодцы, они говорят, что, и пожалуйста, пожалуйста, не думайте, что у вещей есть свойства. Все свойства создаются во взаимодействии. Любое изменяет вмешательство. Оно, конечно, не выявляет того, что было раньше. Создается в тот момент, когда вы что-то наблюдаете. Это воздействие на мир, а у непоставленных экспериментов нет никаких результатов. То есть мир какой-то слепой, нельзя как себя представлять, слепой, пустой, не разговаривающий с вами, неизвестный, пока вы не поинтересовались. И у них последовательно квантовый взгляд, им не нужны приборы, которые не подчиняются родным Шрёдингам. Весь мир, кроме самого агента, рассматривается как полноценный квант. Конечно, к этим прекрасным концептам есть вопросы. Понимаете, если это личное дело каждого, то почему так часто предсказания получаются такими хорошими? Почему у разных агентов они часто согласованы? И, наконец, с точки зрения оппонентов кубизма, кубистам трудно ответить в своей кубической убежденности на вопрос, почему горит Солнце. Ну, какой обычный ответ, почему горит Солнце? В этом случае имеется множество протонов. Когда они сливаются, образуются ядра гелия, при этом выделяются энергии. Протоны могут сближаться на расстояние, требуемое для слияния, благодаря тому, что они претерпевают квантовое тумулирование. Квантовый переход через гелия. Но для кубиста вот вероятность, которая хранится здесь, это по правилу Борн, вот эта вероятность тумулирования, это субъективные вероятности. Это просто не относится к будущему опыту агента, исходя из его предыдущего опыта, предыдущих убеждений. Для него вот это квантовое тумулирование не объективное явление, а это часть концепции, иначе она не получается логичной степени его убежденности. Поэтому в устах кубистов их противники вкладывают такие слова. В Солнце имеется множество протонов, когда они сливаются, образуются ядра гелия, при этом выделяется энергия, протоны могут сближаться до расстояния требуемого для слияния, поскольку мы ожидаем, что такое случится. Потому что мы готовы поставить на это деньги. Значит, я привел два примера крайних взглядов на квантовую механику. Волновая функция – это наше все. И поэтому мы вынуждены признать огромное, огромное, колоссальное количество параллельных вселенных, где живут параллельные мы, или мир один, но совершенно не познаваем. Мы изучаем не мир, а наши опыты взаимодействия с миром. И вообще это личное дело каждого. Ну и еще раз про дело, как это запоминается. Вопрос в природе, значит, есть и другие. Есть немало промежуточных и всяких других интерпретаций, попыток придать смысл тому, что в мире вообще, вот как относиться к этим странным явлениям. Значит, природе удалось задать вопрос, я не понимаю, сколько и слайд пропустить, но я за 10 сейчас хочу идти до Нобелевской премии. Значит, значит, у меня был красный и черный туз, но научно там спин, спин вверх и спин вниз. У вас летят электроны, вот они как-то там разделяются, вы знаете, у каких был спин вверх, у кого был спин, называется прибор Штерна-Герлаха. Мы его как-то ориентируем, мы измеряем спин, мы будем называть там плюс один или минус один, то же самое, что вверх и вниз, это то же самое, что красный туз или черный туз. Ну и вот удобно вот так, например, определять. И, конечно, 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 мы берем волновую функцию, которая содержит две возможности, с этого начинается вся запутанность. Это просто повторение того, что у меня было с картами, вот такой вотный слайд. Значит, в чем проблема со спином? Я говорил о вражде. Вот это вот спин, это квантовое свойство, когда, может быть, нужно выбрать направление и определять значение спина плюс один или минус один, или там вверх и вниз, вдоль, ну, вверх и вниз, если вертикально, плюс один или минус один вдоль какого-то направления. Спин враждует сам собой. Он математически не может иметь четких, ясных, определенных значений вдоль разных направлений. Всегда плюс один или минус один, но только вдоль одного направления. Вот. Ну и давайте теперь два электроны возьмем, мы их сейчас запутать хотим. Ну, например, какие бывают сеть двух электронов? У первого спин вверх, может быть, у второго спин вверх, вот это здесь написано. Может быть, вот как-то так. А может быть, вот это великое запутанное состояние, которое является предметом. Исследования последние, там, два-три десятка лет. Смотрите, какая хитрость. Ну, вот здесь, в этой части у первого спины вверх, а у второго вниз, а в этой части наоборот. Про спин первого электрона ничего сказать нельзя. Ну, ничего нельзя сказать! Ну, так же, как эта кошка Шрёдинга. Она ни жива, ни мертва. У нас точно так же было. Вот здесь вот кошка живая, а здесь кошка мертвая. Ну, вот, наверное, наоборот у нас было. Здесь то же самое. Нельзя сказать просто про кошку, это нам дико, и этого нету. А про электроны это есть. Это есть, это происходит. Значит, вот мы создаем такую пару. Один летит сюда, а другой летит сюда. Сейчас принципы были Алиса и Боб. Я когда книжку писал вот эту, меня ничего так достали, у меня Аня и Яша. Ну, потому что они в начале, а в конце. Значит, Петя, я посчитал, ровно посередине между А и Я. Поэтому Петя создает, значит, такую пару и, значит, им раскидывает. Так вот, смотрите, в 50% случаев вот Аня получает электрон здесь, и она увидит, 50% случаев она откнется на этот случай или на этот случай. Но откнувшись сюда, она увидит, ааа, спин вверх. Волновая функция умрет от того, что я, Аня, провела измерение, вторая часть волновой функции умрет. Вот, коллапс. Как хотите к нему относиться? В другую вселенную попали, готовы поставить деньги, неважно, умерла. В летатье у Яши оказался одновременно, в этот момент оказалась спина вниз автоматически. Вы ничего не делали. Яша уже за световой год от этого. Но у него в этот момент оказался спина вниз. Потому что волновая функция сколлапсировала вот к такому, как только Аня измерила спину вверх. И вот что важно. Зависимо от направлений здесь только кажущихся. Потому что математически вверх-вниз минус наоборот можно переписать как вправо-влево минус наоборот. А можно переписать как на северо-восток, на юго-запад минус наоборот. И миллионным бесконечным числом других способов. Там совсем нет никакой зависимости от направления. Но если Аня измерит так, то у Яши наоборот. Если Аня повернет свой прибор, имеет налево, то Яши измерит направо и так далее. Это очень странно, потому что электрон не может одновременно знать о направлении сюда и спине вдоль различных направлений. Аня и Яша могут выбирать направление для измерения спина после того, как пара создана. Электроны разлетелись, уже улетели. Аня поворачивает свой прибор под каким-то углом. Это в опыте сделано. Ну, там звали не Аня, и там не совсем прибор поворачивает. Очень эффективно, да. И измеряет либо направо, либо плюс, либо минус, либо вперед, либо назад. И у Яши немедленно возникает коррелированный вариант. Хотя неизвестно, под каким направлением заранее Аня повернет свой прибор. А знать про все направления электрон не может. Ему это запрещено из-за вражды. Эйнштейн в 1935 году сказал, или электрон не приводит сигнал быстрее света, ему это не хотелось, или заранее известный спинер вдоль всех направлений. А тогда эта информация, которая не помещается в волновой пункт, означает, что квантовая механика, как мы ее знаем, не полна. Была статья... Да, и, значит, была утечка. У Эйнштейна было два соавтора. Один из них организовал утечку в Нью-Йорк Таймс. И она вышла вот с таким заголовком. Эйнштейн критикует квантовую теорию. А дальше был подзаголовок. Он говорит, что она не полна, даже если верна. Никто уже тогда не читал подзаголовки. И все запомнили. Все, Эйнштейн против квантовой теории. Эйнштейн очень глубоко в них квантовой теории и показывал, что с Аркадем Швейна не полна. Если квантная механика, как сказал Эйнштейн, не полна, то это значит, что электроны, родившись, несут с собой шпаргалки. Они получают что-то за пределами волновой функции, чего мы не знаем. Каждый несет список ответов ввода спины на все возможные направления. От этой шпаргалки требуется воспользоваться квантовую случайность. И этот механизм... Мы не знаем, что это, если это работает. Но это называется со времен Эйнштейна скрытыми параметрами. То, что находится за пределами волновой функции. Казалось бы, никакие подробности об устройстве шпаргалки неизвестны. Но она, конечно, должна действовать случайно. Но никаких средств это выяснить не было в течение десятилетий, пока Белл не догадался. В середине 60-х годов. Это абсолютно великое. Он бы получил Лобинск, если бы дожил вот эту самую последнюю Лобинску. Она продолжение этой истории. Можно обнаружить шпаргалку, ничего не зная о том, как она работает. Для этого нужно задавать не строго однозначные вопросы, на которые однозначный ответ, а получить статистику неверных ответов. Значит, я давайте это пропущу и скажу вот что. Значит, нужно взять четыре шага. Аня и Яша выбирают направления А и Б, рассогласовывают направления, под которыми они измеряют свои спины. Потом Аня меняет направление на какое-то другое, а Яша оставляет предыдущее. Каждый раз они делают много-много-много измерений, ну, там желательно сто тысяч. И вычисляют среднее. Это среднее дает, среднее произведение их результатов дает степень корреляции. Насколько они, насколько точная корреляция, насколько точные совпадения между ними. Они это делают четыре раза, меняя направление. И какая бы ни была шпаргалка, вот это удивительно. Вы составляете комбинацию из четырех величин, три из несладки, четвертую вы читаете. Она не может быть больше двух. Ну, не может быть и все. Это называется неравенство Б. А квантовые механики по правилу Борн. Это число больше, чем корни из двух. То есть правило Борн. И наличие шпаргалки скрытых параметров противоречит друг другу. Осталось понять, то есть квантовые механики, как мы ее знаем, предсказывают нарушение неравенства Б. Спрашивается, а что в природе? У нас есть две теоретические схемы. Одна предполагает, что есть скрытые параметры, что вероятность не тупая, что она чем-то вывезена, какими-то колесиками, чем-то там внутри. А другая говорит, ничего не знаем, применяйте правила Борна и все получится. Значит, ну и в природе, как выяснилось, квантовая механика, значит, опыт показывает, что Нобелевская премия 2022 года показывает, что опыт проделывается с фотонами, что да, неравенство было нарушается. Это означает, что никакой шпаргалки нет. Это означает, что электроны действительно приобретают свои свойства в тот момент, когда на них смотрят, когда их свойства интересуются. Мы по-прежнему не понимаем, нарушается или не нарушается, уровень Шлёдингера, но мир не несет все свои свойства в себе. Каждое квантовое действие в мире это акт творения. Создается что-то, чего совсем не было до этого. Ну, вещи, конечно, не наши вещи обычные, я повторюсь, обладают не всеми свойствами. Квантовые объекты нарушают локальный реализм, потому что они действительно находятся далеко, они не несут свои свойства с собой, значит, им нужно передавать друг другу сигналы, в некотором роде быстрее скорость света, и одновременно по-прежнему не ясно, что существует в трехмерном пространстве, волновая функция не определяна как в поле в пространстве, и мы по-прежнему не очень знаем, наблюдая квантовую механику, мы, собственно говоря, открыли, что давайте я пропущу остальные слайды и перейду к заключению. Значит, запутанность это волновая функция, это математическая схема, которая существует в абстрактном математическом пространстве, в нашем пространстве, где мы живем, она ничего не сообщает о том, чем населено наше пространство, вот правда не сообщает, локальные существа, балки, что локальные существа, мы приемлемо в слове электрон, частица, но квантовая механика не дает ясной картины, что это такое. Нам требуется выделять какие-то подсистемы, мир устроен, потому что есть отдельный я, отдельный вы, отдельный стол, стул, кошка, собака, дом, земля, они все перемешаны в один компот, как было в ранней вселенной. Нам, они все между собой во вселенной квантово запутаны внутри себя, нам нужно выделять какие-то свойства подзапутанности и только так, возможно, мы сможем понять, что такое пространство. Локально возможно, что пространство просто создается из запутанности, что пространство это не пустая коробка, куда просто попихали какие-то вещи. Просто ближе это то, что сильнее запутано, дальше это то, что слабее запутано. Может быть, когда-нибудь мы так поймем и что такое пространство, и свойства запутанности, и может быть, может быть, пространство тогда окажется вторичным. Если, если волновая функция, то гиб окажется первичным. Немалая доля накала, цитата Корефея в этой области. Сливалая доля накалов в многочисленных дебатах по поводу оснований фантовой механики порождена, как кажется, ожиданием, что одна единственная идея должна обеспечить полное решение. Когда этого не случается, когда удается достичь прогресса. Извините. Но остаются и нелешенные вопросы. Мы порой пренебрегаем возможность, что идея, лежащая в основе этого прогресса, может представлять собой шаг в правильном направлении, хотя для достижения цели требуется больше, чем одна идея и один шаг. Значит, многое из этого, ну не все, например, там вообще нет юбизма, но многое написано в этой книжке, которую издала Альпина Нонфикшн. И в той вселенной, где мы находимся сейчас, есть дополнительные обстоятельства. В этой вселенной Альпины им 15 лет, и они не только на эту книгу, а на другие тоже снижают цены. И этим в этой вселенной можно успеть воспользоваться. Спасибо. Альпина Нонфикшн. Спасибо. 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 за лекцию. Меня зовут Дмитрий. Хотелось бы спросить, вот в конечном итоге у нас так хорошо все запутали с запутанностью. Если удалось, то я рад, потому что здесь нет ответа. Но в приближении вот к этой всей нашей реальности вы сами за кубизм? Кубизм? Нет. Нет. Слушайте, значит, давайте так, я скажу, когда я писал книгу вот эту вот, два года назад, тогда кубизм не вошел, потому что он казался мне отвратительным. Сейчас он больше не кажется отвратительным. Но это все, ну больше мне добавить нечего. Я не за кубизм. Оказалось, что да? Ну вот вопрос, тогда получается, что вот последние эксперименты 22-го года, они подтвердили, подтвердили, что все-таки в момент наблюдения происходит создание. То есть мы вот тут в подную подошли, что мы вообще как духовные существа, да, или как... То есть это вообще... Смотрите, современный взгляд, современный взгляд, это тема обслуживал Диггер в начале 60-х. Современный взгляд говорит, что не нужно одушевленного существа, что любой макроскопический прибор может служить измереть, измерение, вообще среда занимается измерением, и вот это вот создание свойств, это просто для этого не нужно интеллекта, быстрящего или даже живого существа. То есть кошки, строго говоря, не нужно. Но нужно, чтобы разные части взаимодействовали друг с другом. Тогда они сами в себе рождают свойства. Не обязательно сюда привлекать мозги. Я вас разочаровал насчет мозгов, но... мнение, почему все-таки возникло сознание? Ваше личное мнение почему все-таки возникло сознание? Не знаю, я не специальность по сознанию совсем. Ничего, спасибо, ничего не могу сказать. Здравствуйте, Алексей Михайлович, спасибо большое за удивительную лекцию. у меня вот такой вопрос. Джордж Беркли, философ, говорил, что существовать значит быть воспринятым. Как это вот с квантовым можно следовать? ну, я не знаю, я не философ, я это слышу, люди это повторяют. Я могу вот повторить только вот это, значит, ближе всего к этому, что у непоставленных экспериментов нету результата. Что, вот мы выяснили, да, Нобелевская премия 22 года, работы старые уже, ну, там, пару десятилетий, два-три десятилетия, даже больше, да, свойства возникают тогда, когда их кто-то наблюдает, когда какая-то другая система с ними взаимодействия. Давайте так, не наблюдай, наблюдай, действительно рождает мысль, вот воспринимание, вот так вот, когда взаимодействие, что есть и нет взаимодействия, нету примерно ничего, нет и все. Хорошо, спасибо. И скажите, пожалуйста, как вы лично относитесь к вопросам сближения, например, физики и философии? Там же много слов. Ну, вот это сближение физики и философии, но в хорошем смысле. Я отношусь к этому хорошо, когда это хорошо, и плохо, когда это непонятно как происходит. Это называется основание квантовой механики, вот это вот, фаундейшнс. И это такое хорошее пересечение физики и философии. Здесь действительно нужно давать нормальные философские вопросы, и здесь философия иногда помогает искать ответы, хотя не избор своей физкифилософии, но это тоже хорошо. Ну, был такой исторический этап, ну что ты его не выкинешь? Вот, вот, у него была идея, что ни о чем не нужно спрашивать. То есть, среди философских концепций была и такая. Не спрашивайте и все, затмите вычисления. Могу спросить? А, скажите, пожалуйста. Громче микрофон. Он не работает. Скажите, пожалуйста, вот все, что вы говорили, если рассмотреть позиции кварков, то это же самое получится, ну вот, вы не говорите электрон, там, прочее, а это позиции кварков. Квантов? Кварки. Кварков, ну, то же самое. А, кварков, да, то же самое. Для меня просто, ну там есть дополнительные отягчающие факторы, только отягчающие. Но квантовую механику там никто не отменял, это квантовая теория поля. Да, получится все то же самое. С электронами просто гораздо проще рассуждать, потому что они не бесятся, как кварки в взаимодействии друг с другом. То есть, вы хотите отделить более простые вещи, поэтому говорите об электроне, а не о кванрах. Здравствуйте. Я бы хотел такой вопрос задать. Вернуться к упомянутому здесь Дэвиду Дойчу. Он в своей книжке структуре реальности приводит эксперимент с двумя щелями. Но там какой-то странный вариант этого эксперимента с четырьмя щелями. И он на основе странных результатов четырехщелевого эксперимента ну как бы делает много мировой... Ну, Дэвид Дойч, значит так, смотрите, я не могу сейчас по комитетке времени нету, и я этот эксперимент не знаю с четырьмя щелями. Но Дэвид Дойч действительно наиболее крайний, такой, знаете, такой оголтелый, как раньше говорили, представитель многомировой идеи. Что да, существует много вселенной. Я просто хотел спросить вообще, правда ли вообще результаты этого четырех щелями эксперимента, потому что нигде, кроме его книжки, я не нашел... Нет, смотрите, 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 ни одна из интерпретаций квантов в механике не убедила там больше 20% ученых, потому что здесь, по крайней мере, еще четыре интерпретации, которых придерживаются другие люди. Поэтому на каждый аргумент, который вы приводите как доказательство, кто-нибудь принесет вам возражение. И эта ситуация сохранит... Мы движемся вперед. Вот эта цитата Зюрика говорит о том, что мы чего-то узнаем, мы лучше разбираемся. Но кто бы вам ни говорил, что вот доказано, что в квантомеханике есть правильные вселенные, или что доказан, поддержан кубизм и ничто другое, или там consistent histories, или бомовская механика, или объективный колб, страшно интересная теория, у меня не было приемлемо говорить. Значит, относитесь к этому сдержанно. Мы движемся вперед, но мы еще не там. Вот хотел бы уточнить, а вот как с законами сохранения в случае бесконечных вселенных? А, в случае бесконечных вселенных? Да, спасибо. Значит, не нужно представлять себе, что из кошки, значит, возникла масса и, соответственно, энергия в количестве МС квадрат, которая, значит, вдруг возникла вторая копия кошки и все время что-то рождается. А утверждение сторонников многих вселенной такая, только в теории многих миров, многих вселенной, энергия по-настоящему сохраняется. Но это нужно интуитивно представить себе так, такой более широкий поток вселенной, волновая функция, она просто делится, мы окажемся в более узеньких ее частях. То есть те ветви, которые в ней были, они же не возникли из ничего. Это результат эволюции чего? В ранней вселенной в ней было мало разных ветвей, потом происходили квантовые такие вот вещи с различными вариантами, и это она просто поделилась, и мы находимся в одном из этих ручейков. Энергия, масса материи не создается, закон сохранения энергии верен. Более того, они утверждают, что только в этом он по-настоящему, только в этой интерпретации он по-настоящему верен. Это очень сильный аргумент за многомировую интерпретацию. И у нас времени на последний вопрос остается. Если позволите, вопрос вообще из другой темы. Тогда организация позволит, нет? Смотрите, я в одной из телевизионных передач с вашим участием услышал от вас, что вы при разговоре с каким-то химиком, по-моему, который занимается пищевой химией, вы сказали, и он защищал теорию о том, что нужно кушать только химически выверенные вещества, потому что в химически выверенных веществах мы знаем, а вот какой-то помидор, я не знаю, что в этом помидоре, мы не будем его кушать, и лучше вот сейчас вот сейчас я очень сильно там воспротивился этой информации, потому что мне было непонятно, вы до сих пор не держитесь? это был мой гость, во-первых, это то, что его утверждение не мое, во-вторых, вот это все к гипотологии прямого отношения не имеют. Ну да, но тем не менее каким-то... Нет, не, 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 к гипотологии это отношение не имеет. Это примерно к кьюбизм, это кьюбизм... Нет, не знаю, нет, не имеет отношения ни к психологии, ни к гипотологии, ни к другим... Но вы до сих пор такого мнения? Да как не мое мнение было, это я спрашиваю, он так говорил, ну, что только ничего не сделаешь из-за свежливости, я уже не помню какое-то мнение. Спасибо за вопрос. Да, и на этой ноте я хочу добавить, что книга Алексея Михайловича продается на стенде издательства Alpine Non-Piction, где она вышла на книжной ярмарке, она продается по издательской цене, то есть она ниже, чем розничная. Если они остались и вы успеете их купить, я думаю, я надеюсь, что Алексей Михайлович с удовольствием их подпишет для вас. Вот, и я предлагаю еще раз сказать спасибо прекрасной виртуозной лекции. Спасибо вам большое.